Мы сейчас живем в эпоху вируса, и мы видим каждый день график о том, как распространяется вирус. И мы видим, что он распространяется очень быстро. Давайте подумаем, как было бы хорошо, если бы так распространялся не вирус, а так росли бы наши деньги. Возможно ли это и при каких условиях? Об этом сегодня пойдет речь. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Было бы здорово, конечно, чтобы наши денежки росли так же, как растет количество зараженных при коронавирусе. И оказывается, это возможно, и более того, вариантов, как это сделать, ну, огромное количество. И на самом деле надо найти просто тот вариант, который подходит именно вам, никому больше, наверное, вот. И как его использовать, на какие параметры надо смотреть для того, чтобы вот количество наших денег росло точно так же. И поэтому давайте вот сейчас все знают, что такое коронавирус. Давайте посмотрим на этот процесс немножечко повнимательней. Как он распространяется? Ну, распространяется он следующим образом. Есть какой-то зараженный человек, зараженные люди, их какое-то количество. И эти люди что делают? Они, значит, там они инфицированы. Есть инкубационный период, в который они еще не чувствуют своего заболевания, но они уже являются распространителями вируса. Это самая, как бы, опасная вещь в этом вирусе. То, что есть скрытый период инкубационный. И они ходят, и, ну, как бы, где-то чихнул, где-то что-то. Они оставляют этот коронавирус, коронавирус инфицирует новых людей. Ну, предположим, один инфицированный человек заразил сколько человек? Ну, скажем, там 2-3 человека. Вот, например, если я заражусь, там, или кто-то из нашей семьи, то, значит, мы все четверо заболеем. Но если мы тут же, как бы, сядем на карантин и никого при этом не заразим, то, в общем сказать, все этим и ограничится. Поэтому для того, чтобы вирус распространялся, нужно, чтобы каждый инфицированный человек передавал его кому-то. Причем передавал не одному человеку, а больше, чем одному. А так как количество инфицированных в мире достаточно большое, то, соответственно, смотрите. И эти люди, каждый из которых, ну, кто-то передает интенсивно, кто-то заразил 20 человек, а кто-то ни одного человека не заразил. Поэтому здесь играет роль статистика. И есть так называемый коэффициент передачи вируса, то есть коэффициент регенерации. И если вы посмотрите, ну, там уже на более научные исследования, то они говорят, что нужен, чтобы коэффициент регенерации вот этого вируса, коэффициент передачи был меньше единицы. Если он больше единицы, то, соответственно, все растет. Вот. И если вы посмотрите еще на публикации, то там часто видно, что вот процесс распространения вируса, он должен выйти на плато. Вот. А потом уже пойдет на спад. При каких условиях он пойдет на спад, и до каких размеров, до каких объемов он может вырасти. Вот. Количество заболевших. Ну, смотрите. Количество инфицированных, оно абсолютно ограничено. Чем оно ограничено? Ну, прежде всего, просто населением Земли. То есть мы не можем заразить марсиан, например, пока. Вот. Потому что мы с ними не контактим просто. Вот. И когда все население Земли переболеет и получит иммунитет к этому заболеванию, то есть все, заболевание прекратится, потому что у всех будет иммунитет, и уже некому передать. И в этом смысле вот идет как раз в этом ключе борьба за то, чтобы прекратить распространение коронавируса. То есть просто взять и... В чем заключается вакцина? Просто вколоть ее всем, и получается, что люди получают иммунитет. И если кто-то чихнул, сказать, там, да, я получил этот коронавирус, но мой организм уже имеет иммунитет, и он не... ну, не восприимчив, то есть, ну, потому что передача должна быть организму, который восприимчив к этому вирусу. Ну, дальше уже идут детали, но суть-то в этом на самом деле. То есть, да, и если передача происходит тому человеку, который уже, так сказать, ну, как бы имеет иммунитет, то он, в принципе-то, получается вроде как инвицированный, но он не заболеет, понимаете? И поэтому коэффициент передачи, в принципе, то есть, как бы должен быть считаться по количеству заболевших, соответственно, коэффициент передачи становится меньше единицы, и, соответственно, те, кто уже болеет, они, значит, через какое-то время вылечиваются, количество заболевших будет меньше, и эпидемия пойдет на затухание. Итак, мы определили. Ключевые вещи – это коэффициент передачи... коэффициент передачи вируса от одного человека к другому, то есть, средней статистической величины, она должна быть больше единицы, тогда эпидемия распространяется. Если она меньше единиц, то эпидемия достаточно быстро затухает. Вот. И количество заболевших, естественно, потому что чем больше количество, тем важнее. И давайте уже немножечко... Мы не обойдемся, наверное, чуть-чуть без математики. Давайте я сейчас слегка покажу, как это выглядит с точки зрения математики. Ну, смотрите, есть у нас количество заболевших. Это n. И количество заболевших, которое было в начале, например, n нулевое, умножаем на коэффициент передачи, который должен быть больше единицы, как мы помним, да? И, смотрите, значит, вот, предположим, один человек заболел, он передал это еще двоим. Те двое, каждый передали еще двоим и так далее. То есть, ну, это грубо говоря, двоим. На самом деле там разные коэффициенты. Вот. То получается, что на каждом этапе, каждой итерации, получается, количество заболевших растет в геометрической прогрессии. То есть, k в степени n, где n – это, ну, число циклов, как бы, заражения. Но, еще раз, смотрите, один человек заболел. Смотрите, вот один человек заболел, да, он заразил двух. Эти двое заразили каждый еще двух. Эти двое еще. Вам ничего это не напоминает? То есть, сразу напрашивается вывод. Это сетевой маркетинг распространяется точно так же. На самом деле, да, действительно так. Сетевой маркетинг – это как раз тот принцип распространения, который использует вот этот закон. То есть, пожалуйста, первая, самая простая идея – это работать в сетевом маркетинге, в компании сетевого маркетинга. Я вам очень советую, значит, если вы еще не знаете, что это такое, очень советую познакомиться. Это очень интересный метод распространения. Но далеко не всем это подойдет, я подозреваю. Если вы еще не плюетесь и не выключили еще, смотрим дальше. Смотрите. Это только один метод. Да, и в сетевом маркетинге, смотрите, в чем он заключается. Это типа сарафанное радио. Смотрите, это каждый человек, вот получается, что человеку передали вот эту идею сетевого маркетинга, ему расписали бизнес-план, там, маркетинг-план, что делают сетевики. И они говорят, слушай, вот. И смотрите, что происходит. Какой-то человек говорит, ты что, сетевой маркетинг, да никогда в жизни, это пирамида и так далее. Да, значит, что получается? Это тот человек, который получил иммунитет от сетевого маркетинга. Ну, просто он невосприимчив к этому. Как бы его привили кто-то. Вот. Ну, там, соседи, не знаю кто. Вот. Ну, не хочет он плюется, потому что на сетевой маркетинг очень большой негатив и так далее. Но есть люди, которые восприимчивы. И они говорят, слушай, блин, классная штука. Он пошел, что пошел? Распространить эту идею. Он пошел делиться ею со всеми. В чистом виде вирусное распространение. Но в чем здесь ключевая особенность? Смотрите. Ключевая особенность в следующем. Это один человек распространяет что? Идею. Идею, что какой-то продукт сделает чудеса, и он вас излечит. И вот эта идея, она должна тронуть сердца его знакомых, этого человека, ну, каждого следующего, ну, n число знакомых. И если коэффициент передачи вот этой информации, то есть если каждый человек будет находить больше, чем двух, больше, чем одного человека, то эта идея будет распространяться. Если нет, она будет затухать. Ну, с чем связан негатив по поводу сетевого маркетинга? С тем, что, ну, есть люди, которые там не очень хорошо работают, там, ну, люди-то всякие есть, и туда привлекаются всякие. Очень много алчных, очень много людей чисто хотят просто заработать на вас, они не хотят распространить идею, поэтому к сетевому маркетингу так плохо относятся. На самом деле идея не такая плохая, но не только сетевой маркетинг. Давайте посмотрим еще на одну штуку. Давайте вернемся к нашей формуле, и в нашей формуле мы видим следующее, что было какое-то начальное количество инфицированных и есть коэффициент распространения. Что такое начальное количество? Ну, количество инфицированных, это можно считать стартовым капиталом в бизнесе. То есть любой бизнес работает по тем же самым принципам. Есть начальный капитал и есть коэффициент приумножения начального капитала. Смотрите, если вы положили деньги в банк, они дают доходность какую-то, скажем, 15% годовых, да, или 30% годовых вы нашли. Ваш бизнес приносит 30% годовых, представьте себе. 30% годовых. Я уже посчитал, сейчас вам могу сказать, что если вы получаете 30% годовых, то коэффициент К нетрудно посчитать. При 30% доходности, даже не годовых, а с оборота, с одного, получаем коэффициент К равно 1,3. И если мы совершим 30 оборотов этого капитала, мы не будем его изымать оттуда, то получается 1,3 в 30 степени равно, вы можете легко посчитать, что это 2620. То есть ваш капитал вырастет в 2620 раз за 30 оборотов. Ну, например, если вы ухитритесь делать один оборот в день, то получается за месяц из 100 рублей у вас будет, у вас было нулевое 100 рублей, стало, значит, 262 тысячи. Еще раз, было 100 рублей, стало 262 тысячи. При таком обороте осталось найти такой бизнес, который позволит любые объемы увеличивать с таким коэффициентом. Как вы думаете, есть такой бизнес? Ну, на самом деле, я думаю, что такого бизнеса нет. И эти цифры, конечно же, ну, как бы для того, чтобы показать вам всю вот эту вот скорость распространения, скорость увеличения капиталов, которые могут быть достигнуты. А на самом деле, давайте посмотрим еще раз внимательно вот на эту же формулу. И, значит, если мы представим К в виде, мы уже помним, что оно должно быть больше единицы, то есть К равно единица плюс Д. Что такое Д? Д – это доходность. То есть единица – это 100%, Д – это доходность с одного оборота. И если, ну, как бы доходность положительная, то есть она должна быть больше нуляка, мы помним, да, доходность положительная, то получается, что мы увеличиваем доходность. И, получается, наша формула уже выглядит вот так. n равно n нулевое умножить на единица плюс Д в степени n. Посмотрите, здесь у нас всего три переменных. Это n, это D и это n нулевое. Вот n нулевое у нас является начальным капиталом. D является доходностью с одного оборота. И n – это количество оборотов. Вот мы уже пришли к тем параметрам, по которым надо определять эффективность нашей работы. И совершенно логично мы начинаем думать. Если вы не готовы заниматься сетевым маркетингом, не занимайтесь. Вы можете заниматься любым бизнесом, который возможен. Таких бизнесов полно. И, скажем, ну, вы продаете какие-то товары. Самое главное, чтобы у вас, вот вы продаете что-то, вы получили прибыль. У любого бизнеса есть рентабельность. Рентабельность бизнеса – это как раз единица плюс Д. Вот, то есть мы смотрим на, следим за вот этим параметром рентабельностью. И n – это количество оборотов или оборачиваемость капитала. То есть мы ускоряем оборачиваемость капитала. И еще один важный, как бы, момент – это емкость этого бизнеса. То есть сколько мы всего денег можем в этот бизнес привлечь, грубо говоря, к себе. Потому что это тоже очень важно, например, да. То есть если вы продаете, скажем, яхты, то, в общем сказать, количество людей, которые могут купить яхты, оно очень сильно ограничено по сравнению с количеством людей, которые могут купить, ну, скажем, гречку. Да, вот, поэтому, значит, вот, объемы разные. Но, с другой стороны, поднять с одного оборота, ну, намного больше получится. Вот, и любой бизнес, в принципе, и тот же самый сетевой маркетинг дает вам коэффициент. Вот вы говорите, где взять коэффициент 1,3? Вот, любой бизнес должен давать минимум. Ну, вот, 1,3 надо на это рассчитывать, но потом у вас будут и сдержки какие-то, затраты, поэтому, ну, скорее всего, бизнес ваш будет давать в районе 5% годовых, это если в долларах считать. И это будет очень хорошая рентабельность. Вернее, не годовых, 5% в месяц, если вы добьетесь бизнеса, который приносит вам 5% в месяц, вы активно занимаетесь этим целыми днями, 12 часов, и 5% в месяц, поверьте мне, это очень много, потому что 1,05 сейчас я возведу в 12 степень за 12 месяцев, сколько мы получим. 1,05 в степени 12. Мы получаем, ну, практически 80% за год. То есть, здесь вполне, вот, уже разумные какие-то цифры, разумные понятия. То есть, мы смотрим на емкость, то есть, какие количество оборотов мы можем поднять, потому что, ну, с какого-то момента возникает вопрос, а кто же купит в таком количестве? Вот, и поэтому, поэтому, друзья мои, совершенно логичным образом я занимаю... Да, вот эту формулу, это называется формула сложных процентов. Это секретная формула, которую знают все предприниматели, именно поэтому они занимаются бизнесом, а не идут работать по найму, потому что здесь наши доходы растут нелинейно. Что это значит? По экспоненте. То есть, смотрите, когда мы работаем по найму, мы приходим на работу, работаем, получаем свой оклад, и все. Чем больше мы работаем, чем дольше мы работаем, тем больше мы получаем, скажем, оклад. И здесь, в общем, прямая зависимость. Надо искать нелинейную зависимость, то есть, когда наши доходы растут по экспоненте. Поэтому люди идут в бизнес. В бизнесе наши доходы растут по экспоненте. Но, когда люди занимаются бизнесом, они что делают? Они, значит, заработали какие-то деньги, извлекли из бизнеса, купили машину, айфон. Значит, денег в бизнесе осталось ровно столько же. И они снова сделали оборот. Значит, прибыль с этого оборота извлекли, купили там еще что-то и так далее. То есть, смотрите, получается, что люди извлекают деньги из бизнеса, и когда они извлекают деньги из бизнеса, то, соответственно, ну, прибыль они извлекают, и получается, что бизнес уже не растет. Он вышел на плато, и все. Мы остановились в своем развитии, если мы извлекаем деньги из этого бизнеса. Ровно наоборот происходит, если мы туда докладываем деньги, в этот бизнес. Понимаете? И тогда получается, что этот бизнес растет с ускорением. То есть, мы постоянно ускоряем. Потому что мы вот к этому закону, то есть, n равно n0 умножить на k в степени n плюс, и мы добавляем здесь каждый раз, ну, какой-то вклад умножить на n. То есть, мы его тоже добавляем. И получается, ну, там достаточно сложная формула. Уже я ее не смогу определить, потому что, ну, это сложно. Но я это сделал в виде таблички Excel, табличка стратегии накопления наказывается. Ссылочку, у меня было видео соответствующее по стратегии накопления. Я не буду здесь останавливаться. Но там доказано, что за 10 лет при доходности 15% можно скопить ту сумму, на которой можно жить вечно. То есть, вы будете получать, когда вы начнете изымать деньги по 50 тысяч в месяц, то есть, как бы, а ваши денежки продолжают расти. Но я не буду останавливаться. Вы сможете посмотреть про стратегию накоплений. Там прямо вот табличка, вы ее сможете скачать и проверить просто вот, ну, свои параметры. А теперь я хочу, ну, то есть, это бизнес, во-первых, а во-вторых, смотрите, как я пришел к рынку ценных бумаг, к фондовому рынку. Как раз именно по этому принципу. Смотрите, если мы кладем деньги в банк, смотрите, если мы кладем деньги в банк, то что у нас получается? Давайте я сейчас буду немножечко удалять рисунки свои. Нет, я все удалю сейчас. Вот, когда мы кладем деньги в банк, то получается ровным счетом та же самая формула. Сейчас я ее попытаюсь воспроизвести. Так, вот, мы помним, да, что n равно... И мы не извлекаем эти деньги. n нулевое, то есть сумма, которую мы положили, умножить на единица плюс d в степени n. Сколько денег лежит, и они, так сказать, проценты на проценты идут. Формула сложных процентов работает. Но каждый знает, что существует инфляция, и если мы пересчитаем эти деньги, ну, скажем, в долларах или с учетом инфляции, то картина заметно меняется. Поэтому здесь вот, здесь, d и мы должны учитывать инфляционный коэффициент, мы должны обгонять инфляцию. Равно n нулевое, формула меняется, единица плюс d, это доходность депозита минус i. И это процент инфляции. И мы видим, что будет коэффициент воспроизводства у нас больше единицы, наш ключевой параметр, больше единицы, когда он, больше единицы, когда d, доходность по депозиту выше инфляции. То есть, смотрите, ну, говорят, что есть доходность по депозиту, там, 30% при высокой инфляции. Но инфляция-то еще выше, там, скажем, 40%, если инфляция годовых, то 30% доходность по депозиту вам ничего не даст, вы на 10% становитесь беднее каждый год. И наоборот будет. Поэтому с ключевой ставкой меняются ставки по депозитам, а ключевая ставка зависит от уровня инфляции. Сейчас ключевая ставка, вы знаете, Центробанк постоянно ее снижает, она уже дошла до, сейчас 4,25%, ну, дойдет в ближайшее время до 4% годовых. Это уровень инфляции, грубо говоря. И если мы находим инвестиции, которые приносят нам больше, чем 4%, то это надо делать. И вот здесь возникает следующее. Мы делаем такие инвестиции. Где здесь емкость? Но емкость фондового рынка, она не ограничена, потому что там, ну, миллиарды и миллиарды рублей. И поэтому, если мы придем, скажем, с 10 тысячами рублей начального капитала, то мы уже можем купить облигации федерального займа, которые дают, правда, всего лишь там где-то 4, сейчас 4,2% годовых в рублях. Вот. Но это уже здорово, на самом деле. Почему это здорово? Скажем, если мы нашли облигацию, которая дает 6% годовых, а потом ставка ключевая понижается, то, соответственно, что происходит? Облигация-то, она дает фиксированную доходность. И люди начинают, когда покупать эту облигацию, ну, как бы продавцы-то не дураки, они будут продавать ее дороже. То есть, цена облигаций вырастет, и поэтому там есть, ну, достаточно сложные такие процессы, о которых я рассказываю все-таки на курсе биржи для чайников. Если вы, ну, как бы, приобретете курс, вы уже, наверное, поймете это дело. То есть, там достаточно сложная вещь, облигации могут еще и дорожать. И то же самое дают акции. Акции, они сами дорожают и дают дивиденды, дивидендную доходность. Есть еще так называемые евробонды, то есть, можно купить, которые защищены от инфляции, ну, грубо говоря, потому что они в долларах. Если у нас инфляция в рублях по отношению к доллару считается, то проще купить долларовые активы, которые растут. И вот здесь уже интереснее становится, потому что корпоративные облигации в долларах дают, например, скажем, 6% годовых доходность. Ну, там, облигации компании Boeing, например. Да, их можно купить. Ну, правда, их можно купить на международном рынке. Но у нас есть в России очень много евробондов, которые выпускаются, скажем, банком ВТБ, государством. Вот у меня, например, облигация РУС-28, Россия-28, которая дает 12,75% доходность к номиналу. Но ее стоимость 170% от номинала. То есть, в принципе, сейчас эффективная доходность этой облигации в долларах, это, ну, где-то в данный момент в районе 3% годовых в долларах. Но я-то ее брал, когда она была 4,2, и мне она дает 4,2% годовых в долларах. То есть, D-I у меня 4,2. Это очень хорошая штука. А акции могут расти. Акции – это бизнес. И что такое бизнес? То есть, когда мы сами занимаемся бизнесом, понятно, что мы все процессы эти контролируем. Мы контролируем рентабельность бизнеса. Но когда далеко не все люди способны создать свой бизнес. То есть, предпринимателям надо родиться, на самом деле. Предприниматель – это особое мышление, это готовность работать, готовность отвечать за свои действия. Далеко не каждый на это способен. Но каждый человек абсолютно спокойно может купить акции. Даже вот уборщица легко, пожарники легко могут купить акции. И это будет тот же самый бизнес. Бизнес, который рентабельный. Компания приносит доход, куда она его девает. Значит, либо компания прибыль, куда? На развитие бизнеса. То есть, это капитализация, грубо говоря. На развитие бизнеса обращает. И бизнес начинает расти еще быстрее. То есть, капитализация бизнеса. Либо она выплачивает в качестве дивидендов. В любом случае, ваш капитал растет. Есть компании роста, есть компании дивидендные. Но лучше всего брать смешанные компании, которые, скажем, ну вот сейчас вы знаете, что там, например, Газпром, так сказать, пытается у нас правительство сделать так, чтобы наши крупнейшие компании 50% своей прибыли отдавали в качестве дивидендов, 50% направляли на развитие производства. Это нормальная ситуация абсолютно для экономики. И давайте еще один момент. какую доходность мы должны просто смотреть за доходностью. Ну, здесь как бы все хорошо, если мы купили надолго. И вы видели в прошлом видео, что некоторые акции мне дали доходность за год больше 100%. 130% годовых. То есть, вот здесь вот D 130%. То есть, 1 плюс D это 2,3. Понимаете? То есть, в два раза удвоился капитал, вложенный в эти компании. Ну, это здорово. Как определять эти компании? Ну, здесь уже надо смотреть на фундаментальный анализ. Надо определять, какие компании будут расти быстрее. Это достаточно сложно. Если вы не хотите этим заниматься, то и не надо. Проще всего покупать просто какие-то компании. Ну, достаточно много. Ну, надо все-таки думать, какие компании скорее вырастут. Какие компании выросли у меня? Это золото добывающие компании, когда, ну, назревал уже кризис этот. Я уже говорил там год назад, что, ребята, блин, я считаю, что золото будет расти. И надо покупать акции золото добывающих компаний. И я купил эти акции золото добывающих компаний. Это были Полиметалл и Полюс Золото. Сейчас к ним добавилась еще, ну, не у меня, а вообще на бирже добавилась акция Петропавловск, который прямо вот растет вообще с бешеной скоростью. Это тоже золото добывающая компания. И еще у меня очень здорово выросли акции Яндекс, потому что Яндекс это компания, которая вообще не платит дивидендов, но все посылает в развитие. И поэтому она очень быстро растет, особенно в связи с вирусом. Ну, потому что я прикинул, что, да, во время вируса всякие Яндекс.Еда, будет Яндекс.Доставка, будет очень хорошо расти. И продажи через онлайн-сервисы тоже очень здорово выросли. Поэтому акции выросли. Вот, соответственно, простые такие варианты. Например, самолеты перестали летать совсем. И понятно, что акции авиакомпаний упали. И сейчас возобновляются полеты. Вот вам идея, пожалуйста, купите акции Аэрофлота. Он будет расти быстрее, чем весь остальной рынок. И чем инфляция. Ну, вот такие простые рассуждения. Посмотрите. Ну, вот я вам рассказал, как использовать вот эти методы распространения коронавируса для того, чтобы обеспечить рост наших с вами денежек быстрее, чем уровень инфляции. Я надеюсь, что это видео, ну, даст вам идеи для поиска еще других. Ну, вот, какой бизнес выбрать? Выбирайте то, что вам по душе. Если вам не по душе бизнес, не по душе становиться предпринимателем, идемте на фондовый рынок. Я вас приглашаю на фондовом рынке. Вы можете, как заниматься, просто купил-продал, купил-продал. Это еще может ускорить. Но главное, чтобы все ваши операции приносили прибыль. Если ваша операция приносит убытки, то сразу коэффициент становится меньше единицы. И это ведет к падению вашего капитала. То есть, ну, а если вы хотите, чтобы капитал вообще не падал, покупайте облигации, они будут расти, но достаточно медленно. То есть, есть масса вариантов. Разобраться в них достаточно сложно. И если вы полный чайник, то для вас, конечно же, очень хорошо подойдет биржа для чайников. Вот прямо сейчас вы видите у меня за спиной биржа для чайников. Там есть QR-код. Ссылочка будет в описании. Я, в общем сказать, достаточно много провел времени на бирже. Я очень хорошо знаю все проблемы, которые возникают у людей, которые приходят туда. И я сделал этот курс специально для того, чтобы люди могли, самые чайники могли просто прийти на рынок и начать работать. Ну, вы знаете, почему я его сделал? Потому что, когда я сам пришел на рынок, я искал такой курс и не нашел. И мне пришлось очень-очень сложно. Очень долго я все это осваивал. Там, ну, так сказать, все трудности, которые я прошел, их было очень много. Ну, я решил, что если нет такого курса, почему бы его не сделать? И я его сделал. Поэтому я очень вам советую начать именно с этого курса. Ну, без лишней скромности могу сказать, что пока лучшего курса я не видел. Там записи вебинаров, которые я проводил, занятий. Три раза в месяц я проводил, три раза в неделю, в течение полутора месяцев. То есть я рассказывал последовательно с того момента, как открыть брокерский счет, как начать инвестировать, как его пополнять, выводить деньги, где, значит, там какая безопасность брокера и так далее. Потом, значит, как установить программу, какие есть элементы технического анализа, я рассказываю. И я рассказывал сначала с облигацией очень подробно, там целых три занятия. То есть шесть часов я рассказываю про облигации, понимаете? Вот, дальше я перехожу к акциям, что такое дивиденды, откуда они платятся. Значит, все-все-все параметры. То есть вы будете полностью разбираться во всех деталях фондового рынка. Ну, а для тех, кто прошел биржу для чайников, я уже рекомендую опционы. Или те, кто уже знает, что такое, ну вот, если такие вещи все знают, опционы. Потому что опционы позволяют увеличить вот этот вот коэффициент доходности в месяц. Если ими грамотно пользоваться, там можно получать, ну, 5-10% в месяц уже со своих оборотов. Это вполне достижимый результат я этим занимаюсь. Сейчас я занимаюсь тем, что разрабатываю алгоритмы, алгоритмические какие-то вещи, которые будут очень облегчать работу в этом деле. Но это в процессе. Я об этом буду рассказывать на своем канале, поэтому оставайтесь на моем канале. Если вы еще не подписались, подпишитесь. А сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.